Здравствуйте уважаемые дамы и господа, меня зовут Мистер ДВ и это моя передача истории виниловых блинчиков. Передача, в которой я рассказываю о пластинках из своей домашней фонотеки. Ну что ж, поехали! В этот раз я хочу рассказать вам про пластинку группы Гориллаз и их культовая альбом The Mondays. Их второй альбом вышли в 2005 году. Очень сложно найти человека, чей подростковый возраст приходился на 2000-е годы, начало 2000-х, и кто не слышал по команду Гориллаз. Их крутили абсолютно везде, начиная от каких-то телеканалов, типа MTV и заканчивая кассетами, бомбоксами обычных лиц. В общем, повсеместно этот альбом получал, особенно Фил и Глотинг, известная самая, наверное, композиция с этого альбома, поскольку количество дискотек, на которых эта песня получала, там, просто зашкаливает. Я помню, что меня, конечно, очень очаровал их клип, очень очаровал образ этой виртуальной группы. И для тех, кто не знает, для тех, кто не в курсе по какой-то причине, то вот Гориллаз являются в виртуальной группы. То есть это анимационные персонажи, которые выступают в качестве самой группы. А музыканты находятся как бы в тени. И, в общем-то, у них есть там своя история, которую вы можете почитать, я сейчас углубляться не буду. У них есть своя история, у каждого персонажа, и у самой группы своя история, которая подается в клипах, в каких-то даже комиксах. И из каждого альбома в альбом, то есть история этой группы, она продолжается. Для себя я всегда замечал, что группа Гориллаз – это уникальный симбиоз различных музыкальных жанров. Вот в этом уникальном симбиозе у Гориллаз всегда была такая вещь, что они очень уважительно как бы относились к каждому жанру, который они перемешивали в определенных композициях. Пластинку группы Гориллаз я купил только в этом году, как ни странно. То есть при всей моей любви к этой команде, при всей моей какой-то вот симпатии, я приобрел пластинку только вот недавно, потому что я в роду выбирал, какую пластинку ей купить. И в итоге я остановился на Demond Days и ни разу не пожалел. В моем случае это пластинка 2015 года. Это официальное издание, но если зайти на дископс, то можно увидеть какое большое количество пластинок было неофициально выпущено этого альбома. Там просто какое-то пешное количество. Причем в равных годах. Для меня было таким искренним удивлением, что на моей ламповой системе они не особо таким многомощные. И скажем так, у меня баса вообще нет. В том плане баса, который любит ценитель какого-то хип-хопа, тап-степа и каких-то таких басовитых стилей, в этом понимании у меня бас вообще отсутствует напрочь. Низкие частоты есть, но вот именно бас такой, который гладящий, такой очень низкий, такой проникающий в грудь. И вот такого баса у меня нет. Я не знаю, как это технически они сделали, как они смогли это смикшировать и свести, но на моей системе я даже почувствовал вот эту низкочастотную составляющую, которая вот как будто захватывает такой волной на вот этих ударах на бочке. и вот прям вот этот синтетический бас, который должен быть, он присутствует, и очень хорошо чувствуется, как показала практика, даже на каких-то совершенно непосредственных системах. Привлечение гориллос различных музыкантов, оно всегда было интересным. Вот эти коллаборации с культурами, какими-то там известными личностями, оно было всегда правильным, всегда очень таким по-хорошему музыкальным, и всегда было интересно за этим следить. Вот последняя коллаборация, которая мне очень понравилась, да, наверное, коллаборация с Элтоном Джоном. Если вы посмотрите клип, то там вот в клипе нарисован Элтон Джон, то есть они его анимационно нарисовали. У гориллов они продолжают удивлять, продолжают как-то радовать там, и там даже клип был, где они сняли в GTA 5, то есть в компьютерной игре сделали клип в GTA 5, и вот эти вот всякие, вот эти вот моменты такие удивительные, они всегда двигали не только группу гориллос, но, наверное, музыкальные группы в целом. То есть, гориллос – это доказательство того, что коммерческая музыка, она может быть достаточно классно сделана, то есть не обязательно делать какое-то говно, потом говорить, что типа я вот сделал, я сделал это только, чтобы заработать деньги, мне нужны денюжки. Вот гориллос – это пример того, что можно делать классную улыбу, и при этом еще и на ней зарабатывать, и при этом добьется каких-то каусальных мировых успехов. Обложка является аллюзией на обложку групп Битлз для СБ, вот. И, в общем, это круто. То есть персонажи группы гориллос, они как бы пародируют битлов. Мне кажется, это довольно интересный ход, потому что пластинка явно стала довольно известной. Не могу сказать, что они стали известней Битлз или не известней Битлз, но то, что группа развивается, то, что группа растет – это прямо вот видно и заметно. И мне бы очень хотелось, чтобы они выпускали еще больше офигительной музыки. Такие команды действительно достойны каких-то вниманий со стороны публики. В общем, вот такая вот красная пластинка – офигительный альбом. Слушайте группу гориллос, если вы не слушали никогда. Вот. Послушайте «Агун де Мандрис», я думаю, оставит у вас кучу положительных эмоций. Лично у меня эта пластинка будет застреливаться в чем-то с новогодним настроением. 1 января я ее распаковал и включил. И получил целую кучу положительных таких радостных эмоций. Про эту пластинку, кстати, очень хорошо танцевать. Там есть такие танцевальные темы, очень зажигательные. И, в общем-то, да, вот такие дела. Вот такая пластинка сегодня. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, слушайте хорошую музыку. Оставляйте комментарии, какие вам нравятся композиции «Клипус гориллос» и что вам еще нравится в этой группе. И я говорю еще раз, если вы не слышали, то обязательно послушайте от того стоит. В общем, с вами был Мистер ЗВ. Вам удачи, добра, позитива и всем пока! Пока-пока. Пока! 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 the